Здравствуйте! Зигмунд Фрейд. Толкование сновидений. Зигмунд Фрейд. Зигмунд Фрейд. Зигмунд Фрейд. Зигмунд Фрейд рассуждал, рассуждал и дорассуждался до такого вывода. Ну, во-первых, прямо скажу, что в этом его выводе, в этой формуле, если хотите, заложен совсем иной смысл, нежели тот, какой мы оттуда извлекаем. Или что-то другое, там, Тортулиановское, например. Верую, ибо абсурдно. И снова нам кажется, что всё мы понимаем, ну вот зачем нам читать Тортулиана. Так вот он сказал, пришёл к такому выводу. Честно вам признаюсь, что и сам когда-то, по молодости лет, относился ко всем этим вещам подобным образом. А потом, я не знаю, с возрастом или как, но стали больше интересовать другие вещи. Значит, динамика. Как люди приходили к подобным выводам. То есть, желание проследить ход их мыслей, ход их рассуждений, откровения, которые их посещали. И вот как сложилось, в конце концов, то, что сложилось. Иными словами, прожить вместе с ними вот тот путь до открытия, к которому они пришли. А что значит прожить? Это ведь отнюдь не обязательно принять всё, что они сказали, написали, сделали. Ведь когда ты проживаешь это вместе с ними, а сегодня всё-таки времена-то уже другие. Фрейд написал свою книгу больше ста лет назад. И известны какие-то другие вещи, которые Фрейду были неведомы. И то же самое относится к другим философам и мыслителям. Просто я сейчас говорю о Фрейде, поэтому не хочу отвлекаться на других. И вот когда проживаешь вместе с ними всё это, в данном случае с Фрейдом, то вдруг открываешь для себя, что какие-то вещи ты не принимаешь, какие-то вызывают твои возражения, от каких-то у тебя возникают иные ассоциации, нежели те, что возникли у Фрейда. А в чём-то, ну, даже бывает, что и не принимаешь те заключения, которые делает мыслитель. И с Фрейдом, приготовьтесь, я буду рассказывать о нём именно так. Я постараюсь не просто вот пересказать содержание этой книги, да, это и не нужно делать, если кому-то очень интересно, то он может сам её прочитать. А вот попытаюсь прожить эту книгу. Прожить так, как вот я её читал и в процессе чтения проживал. И если вас увлечёт мой рассказ, и вы захотите прожить её вместе со мной, то у нас может потом получиться и диспут какой-то. Во всяком случае, на то, что я буду рассказывать, я буду с нетерпением ждать ваших отзывов. И, глядишь, мы где-то и в чём-то, может, додумаемся до каких-то вещей, до которых Фрейд не додумался. Кто его знает? Ну, всё. Пускай это будет короткой преамбулой. И я сейчас перейду непосредственно к книге. Сначала несколько общих вещей. Я уже сказал, что написана она была больше ста лет назад. А точнее, опубликовал её Фрейд в 1900 году. Эта книга явилась основой всей фрейдовской теории психоанализа. Я не хочу сказать, что до этого Фрейд не занимался психологией и прочее. Занимался. Он лечил людей, страдающих различными психическими недугами. В основном это были неврастеники, но не только. Ну, когда произносишь слово неврастеник, все думают, а какой-то там у него в голове не всё в порядке. Ничего подобного. Неврастеник – это совсем другая болезнь. И больше того, вам скажу, вокруг нас живут люди. Если я скажу, что из десяти девять страдают неврастеники, то почти что уверен, что не ошибусь. Это проявляется на самых различных уровнях. Фобии всякие. Человеку перебежала, кошка, дорогу. Вот он не может дальше идти. Он должен ждать, пока кто-то другой пройдёт через это место, где пробежала кошка. Или там идёт по улице на доме, или где-то ещё цифру 13 увидел. Я называю самую ерунду, самую мелочь, которая вот сразу приходит на ум. На самом деле там значительно больше у нас с вами, или вот у этих неврастеников, отклонений. Беспокойство возникающее, ну, казалось бы, без всякого повода. Ещё какие-то фобии, боязнь замкнутого пространства. Там есть люди, которые боятся в лифте подниматься. И прочее, и прочее. Всё это относится к неврастении. Ну, я сейчас не хочу тут читать лекцию о неврастении. Кому интересно, он может заглянуть в словарь, в Википедию. Я дам ссылки внизу. Фрейд, просто я хочу подвести вас вот к его открытию, занимался этими проблемами. Лечил этих людей. И вдруг заметил интересную вещь, что вот эти мысли, посещающие людей, страдающих неврастении, навязчивые часто мысли, от которых они не могут избавиться, которые их угнетают и прочее, имеют огромное сходство, а часто просто буквально совпадают с теми сновидениями, которые мы с вами видим. Ну, что такое сновидение, рассказывать не буду, это уж совсем всем известно. И вот в этом сновидении, как будет утверждать Фрейд, очень часто повторяются эти навязчивые идеи, мысли, ощущения, переживания вот этих самых неврастенников. Поэтому, когда он писал свою книгу, там очень часто, анализируя тот или иной сон, он будет давать ссылки вот на какие-то конкретные вещи, как вот он лечил того или иного пациента, с какими проблемами он столкнулся и прочее. Еще одну вещь обязательно надо сказать, что кто хочет вообще в принципе понять, что такое психоанализ и вообще понять, что такое теория Фрейда, просто обязан прочитать эту книгу, независимо от того, что я вам сейчас здесь расскажу. Потому что она базовая для Фрейда. Там он сформулировал не только свое отношение к сновидениям, а вот те основы психоанализа, которые потом развивал, которые нашли продолжение в других его трудах, и о которых мы тоже потом поговорим. Но я вот делаю упор именно на этот момент. На самом деле то, что сделал Фрейд в этой книге, он потом где-то повторил. Были еще такие книжки, они выходили как отдельные книги, хотя это были курсы лекций, которые он читал в университете. Это были лекции по введению в психоанализ, это где-то 16-17 год. И еще потом к ней появились дополнения, вот к этой книге или к этому курсу лекций, продолжение лекций по введению в психоанализ. Это уже вообще 33-й год. То есть, как вы можете заметить, Фрейд к этой своей книге, толкование о сновидении, возвращался на протяжении всей своей жизни. И поэтому, если она попадет к вам в руки, я дам, естественно, ссылку на последнюю редакцию этой книги. Ну, кто знает, может пропасть какая-то предыдущая, то имейте в виду, что все время там появлялись вот какие-то дополнения. Еще хочу одну вещь сказать. Сама по себе идея написания подобной книги, а вернее даже не книги, а идея, объясняющая суть сновидения, посетила Фрейда, я вот даже число себе выписал, 24 июля 1895 года. И произошло это в Вене, в одном из кафе или ресторанов, ну, в каком-то заведении, где Фрейд обедал. И вот он там сидел в углу, размышлял, как всегда, курил сигару, страдал таким недостатком, боролся со своей страстью к никотину, как он ее называл, но так до конца жизни и не победил. Так вот, он даже где-то заявил или написал, опять маленькая цитата, что вот он, дескать, рекомендует там повесить табличку в этом заведении. Здесь доктором Фрейдом была открыта тайна сновидений. А идея, к которой он пришел, ну, видите, я вам сразу сейчас продам секрет, то есть вроде как вывод, но пока воспримите его вот как некую формулу, которой мы будем пытаться прийти, а уж придем или нет, посмотрим. А она заключалась в том, что сновидение представляет собой некий код, некий шифр, в виде которого находят свое удовлетворение, скрытые в нас желания. Ну, когда это озвучиваешь, а мне приходилось это озвучивать не только перед видеокамерой, но и перед живой аудиторией, то сразу слышатся тысячи возражений. Ну, как же так? Да что ты говоришь? А мне вот такой кошмар вчера приснился, а я видел, не приведи Господи, как я вот там вступил в сексуальные отношения, инцест совершил, или еще какие-то ужасы. То есть, к чему я иду, веду, и к чему люди подходят, и что им в первую очередь приходит в голову, да не могу я, встает передо мной какой-то там студент, вот такого желать. А Фрайк вот это утверждает, что это наши желания. Ну, как сказал, видите, тезис тезисом, пусть он пока останется у нас в голове, в нашей памяти. А сейчас я хочу рассказать вот о чем. Собственно, это будет начало нашей беседы. Я уже сказал, Фрайк был врач, занимался исследованием, лечил, реально лечил людей, и вылечил очень многих. И был ученый. Во всяком случае, вот его желание постичь, проанализировать какие-то явления, сделали его ученым. И поэтому, принимаясь за вот такую серьезную книгу, где он задался целью изложить свои вот базовые понятия о психоанализе, собственно, как я сказал, в этой книге возникает только эта теория, то он обратился сначала к истории. И начало книги, где-то больше ста страниц, это будет студия, анализ всего, что было написано до Фредда. Я не буду разбирать всего, что там написал Фредд, потому что это, во-первых, очень много, а во-вторых, не это моя задача. Я попытаюсь сделать такую вот выборку, чтобы вы представили, с чем, с каким материалом столкнулся Фредд, с какими представлениями о сновидении. И, собственно, вот почему у него возникло желание, идея, вот как-то самому развить дальше то, что вот высказывали люди за много-много веков до него. Ну, во-первых, начнем с того, что он, естественно, обращается, ну, к самым незапамятным временам, и делает уже первые выводы, что первобытное понимание сновидений сводилось у народов классической древности, так он напишет, к тому, что они предполагали, что во сне происходит связь человека спящего с какими-то высшими силами. То есть это боги, демоны, которые вот нас посещают во сне, так считали древние. И поэтому к снам, ко сну, к сновидению относились таким вот образом, что это всегда какая-то подсказка, это какое-то пророчество, это вот предсказание каких-то событий, которые могут произойти в ближайшее время или в далеком будущем. То есть вот так. Ну, там даже такие теории имели место. Трудно их назвать теориями, но рассуждали древние люди таким образом, что, дескать, вот во время сна наша душа покидает нас и витает там в каких-то иных сферах. И там с ней могут происходить самые неожиданные вещи. Она может узнавать какие-то вещи, о которых до этого вот в реальной, в будничной жизни человек не имел понятия. Общаться с какими-то высшими силами и так далее. А вот когда человек пробуждается, то, значит, душа возвращается обратно. И поэтому даже о таком говорили, были такие, что вот, дескать, если человек спит, нельзя его резко будить. Что вот если ты его резко разбудишь, то душа может не успеть вернуться, и человек умрет, или что-то такое произойдет ужасное. Ну, было, было, куда денешься. Эволюция движется уж, к лучшему, к худшему, не знаю, но во всяком случае движется. И что-то меняется, и вот Фрейд добирается до Аристотеля. И вот там он напишет такое, что Аристотелю знакомы некоторые из характерных черт жизни сновидения. Он знает, например, что сновидение превращает мелкие раздражения, наступающие во время сна, в крупные. Ну, например, кажется, будто идешь через огонь и горишь, когда на самом деле происходит лишь незначительное согревание той или другой части тела. Это цитата из Аристотеля, ну, я ее взял из Фрейда, но он ее закавычивает, что вот Аристотель так написал. И отсюда Аристотель делает вывод, заключение, что сновидение может обнаружить перед врачом, то Аристотель об этом говорит, первые незаметные признаки начинающегося изменения в теле. То есть, на этом акцентирует Фрейд, и вот Аристотель первым обратил на это внимание, что какие-то вот сновидения могут быть провозвестниками какой-то болезни, которая возникает у человека, которая еще, может, не оформила их болезни, которую еще врач-специалист даже сегодняшний не заметит. А вот во сне уже прозвучала подсказка. Это не пророчество будущего, это вот симптоматика нашей вот жизни, функционирования нашего организма. И дальше Фрейд, естественно, обратится к Гиппократу, у которого уже очень много найдет рассуждения на этот счет. Вот Гиппократ обращал внимание на сны и в данном случае следовал за Аристотелем, вот принимая его идею о том, что узнав, что человеку снится, что он видел во сне, можно поставить какой-то диагноз, предсказать какое-то заболевание. Естественно, все это происходило на том вот уровне тех возможностей, какими располагал Гиппократ. Но, как я уже сказал, мне и Фрейду тут важно что? Обратили люди на это внимание. Древние до Аристотеля, напишет Фрейд, считали сновидение не продуктом грезящей души, а внушением со стороны божества. Ну, я уже несколько слов вам об этом сказал. И тут Фрейд на другое сделает акцент, что, вроде как, принимая, да, что это вторжение извне, божественных сил, демонических, еще каких-то, потусторонних. Так вот, они отличали истинные и ценные сновидения. То есть, как бы пытались различать их, неспосланные спящему, для предостережения или для предсказания будущего. И тут, естественно, попадались разные сновидения. От тщеславных, обманчивых и ничтожных, целью которых было смутить спящего или ввергнуть его в гибель. Ну, видите, я так выборочно цитирую Фрейда, что-то добавляю от себя. То есть, все-таки, видите, они считали это предсказанием будущего. Если Аристотель делал упор, что это болезни могло предсказать, то доаристотелевские мыслители полагали тут значительно больше различного рода подсказок. И, как я уже сказал, они дифференцировали, разделяли эти сны. Вот эти, дескать, пустые, так просто чего-то там привиделось. А вот эти вот содержательные. В них надо вникнуть, потому что в них что-то заложено. И дальше Фрейд добирается до таких мыслителей незапамятной древности, как Макробиус и Артемидор. И вот он цитирует из них. «Сновидения подразделяют на два класса», писали эти древние исследователи. «Один класс обусловлен лишь настоящим или прошедшим. Сновидения этого класса не имеют никакого значения для будущего. Они непосредственно воспроизводят данное представление или противоположное ему, например, голод или утоление голода, фантастически преувеличивая данное представление. Как, например, кошмары. В скобочках они напишут «ночное удушье». Что вот, дескать, это я уже от себя или от Фрейда, что когда происходит с нами во сне что-то, ну вот, уткнулись носом в подушку, тяжело дышать. И может какой-то кошмар приснится. Мы просыпаемся, поворачиваемся. То есть, вот видите, сон выполняет вот такую что-ли функцию. Он нас разбудил, чтобы мы не задохнулись. Наоборот, другой класс, напишет Макробиус и Артемидор, определяет будущее, к нему относятся. И дальше они перечисляют, какие сны относятся вот к этим пророчествам, предсказаниям будущего. Прямое пророчество, предсказание предстоящего события, символическое, нуждающееся в разъяснении сновидения. И дальше Фрейд добавит. Эта теория существовала в течение многих веков. А я от себя добавлю, и вы наверняка без меня это знаете, что она существует и поныне. И все эти, ну хочу сказать, бабки, но не обязательно это бабки, которые там гадают на кофейные гуще, по звездам предсказывают еще как-то. Не хочу углубляться в эту сферу. Я лично воспринимаю ее как ненаучную, но людей много, люди относятся к этому по-разному. Больше того, Фрейд даже такое скажет, что понимание сновидений некоторыми философскими системами, например, шеренгианцами, представляет собой очевидный отзвук твердого убеждения древних в божественном происходении сновидений. Вот видите, так что не только сегодняшние гадатели по картам или там на кофейные гущи, но даже вот и философы некоторые принимали это до научное, как скажет Фрейд, представление о сути смысле сновидений. Древним вообще свойственно проецирование внутреннего состояния души или духовного, душевного состояния вовне. Они вообще плохо отделяли эти вещи, вот внутренний мир человека и внешний, который его окружает. Об этом Фрейд будет много говорить в других своих работах, Тутемы Таву, еще там вот есть работы об оговорках и так далее. Я опять же приведу эти книги внизу, вы можете и туда заглянуть, но я сейчас не хочу уходить в ту сторону, поскольку это уведет нас к другим темам, уже мы отойдем от сновидений. Но вот обратить внимание на это я очень хотел, что вот этого разделения еще не было. Сегодняшний человек, ну, как мы бы к нему не относились, все-таки вот это разделение четко производит. Мы четко знаем, вот об этом я думаю, это мне кажется, это я представляю. Даже люди, страдающие, не дай бог, там, галлюцинациями, какими-то вот такими вещами, болезнями, которые надо лечить и которые лечат, тем не менее, очень многие из них, даже вот находясь в этом ужасном состоянии, когда что-то видится, там, голоса слышатся, которых на самом деле нет, они все-таки сознают, что это вот что-то ненормальное, аномалия какая-то, что реальный мир все-таки находится в стороне. Так вот, для древних такой дифференциации не было. И поэтому их восприятие сна вот было таким, как я вам рассказал, и как это проанализировал, вычленил, вычитал Фрейд у древних, вот у того же Артемидора. Он был самым известным исследователем этого вопроса в древности. И еще Фрейд обратит внимание на одну вещь, уже пройдясь по многим и многим работам, что построить какую-то теорию, вот на всех тех материалах, которые ему удалось собрать, а я еще не закончил перебор этих материалов, я пока, видите, говорю только о глубокой древности, так вот, построить что-то, опираясь на них, практически невозможно, сетует Фрейд, потому что каждый, кто обращается к этой теме, он строит какую-то свою систему, какое-то свое понимание вот этих самых сновидений, того, что мы видим во время сна. И опереться на эту платформу и продолжать невозможно, потому что надо как-то сложить все это в одно, а во что-то одно, оно упорно не складывается. Ну, и Фрейд переходит к более позднему периоду, и там, наконец, начинает замечать какие-то вот наметки, теории, концепции, которые все-таки не то чтобы можно сложить в одно целое, но от каких-то моментов в этих теориях все-таки можно оттолкнуться. Например, такая вещь. Многие исследователи подмечают, что в сне, вот в том, что мы видим, есть какие-то противоречия. И вот как эти противоречия, они понимают или подмечают, фиксируют. И тут Фрейд просто приводит выписки, цитаты из огромного количества исследователей. Я, естественно, все приводить не буду, но некоторые считаю привести нужно, чтобы было просто понятнее, о чем мы говорим. Когда Ксеркс перед походом на греков не послушался добрых советов, а последовал воздействию постоянных сновидений, старый толкователь снов, Перс-Октабан, сказал ему очень метко, что сновидение в большинстве случаев содержит то, о чем думает человек в бодрственном состоянии. Это цитата Парадеш Току, персидский автор. То есть, вот какую мысль, или что подметил вот этот самый Радеш, который написал это, что во сне мы часто видим то, о чем думали днем. То есть, это какое-то продолжение того, что было в нашей вот бодрственной жизни, как он скажет. Отнюдь не предсказание, отнюдь не пророчество. А вот Ксеркс воспринял это как пророчество. Ну, а чем кончился поход Ксеркса, вы знаете, он проиграл войну. Но это уже другая история. Или, «Если кто-нибудь занят каким-либо делом прилежно, или отдавались мы чему-нибудь долгое время, и увлекало наш ум постоянно занятие это, то и во сне представляется нам, что мы делаем то же». «Природа вещей», «Лукреции», написано стихами. Видите, я и процитировать пытался в стихотворной форме. Не знаю уж, как у меня получилось. Но мысль-то точно та же самая. Только здесь уже он говорит не о наших дневных размышлениях, что мы там замышляем и прочее, а о каких-то делах. Ну, вот наверняка вы замечали, там вот целый день человек там делает что-то, выпиливает лобзиком, или там собирает что-то из конструктора, или там в лаборатории сидит, сливает какие-то растворы, а всё не то, всё не получается, всё ему хочется достичь какой-то вот поставленной цели. И во сне очень часто это продолжается. То есть он продолжает сливать эти растворы, продолжает свинчивать какие-то детали и так далее. В большинстве случаев в душах проходят следы тех вещей, о которых мы размышляли, либо делали их в состоянии бодрствования. Цацирон. Ну, видите, он тут уже сводит в одно. И что делали, и что размышляли. Остановлюсь. Больше об этих противоречиях говорить не буду. Мне было важно подчеркнуть, что даже уже, ну, не архидревние, но Цацирон всё-таки достаточно давно, всё-таки древние авторы, уже обратили на это внимание, что в сне могут вот повторяться, отражаться вот такие вещи, которыми мы занимались днём. То есть никаких тут вторжений божественных сил, ничего такого, а что это вот вроде как продолжение нашей бодрственной жизни, но в ином состоянии. Не удивляйтесь, что я так медленно к этому подбираюсь, потому что тут будут вещи, и такие повороты, такие ходы, что вот если всё это в вас не уляжется, вы просто их не почувствуете. Материал сновидения. И на это обратили внимание авторы. Но уже более поздний. Дальше я буду приводить опять стату, и вы заметите, что жили они не во времена Цацирон. Материал часто бывает таким, что по пробуждению вызывает нас чувство возражения, что не думал я об этом, не делал я этого, не могло просто этого быть. Но, скажет Фрейн, по размышлению или по прошествии какого-то количества времени, так вот, когда вот такой разрыв происходит, когда мы отстоим от события сна, в нас иногда пробуждается нечто, что нам его объясняет. И мы вдруг начинаем понимать, что отнюдь не случайно мы увидели то, что увидели. Ну, опять несколько цитат. Пациенту снилось, что он, будучи в кофейне, потребовал себе кунтужувки. Рассказав мне об этом, он заявил, вот Фрейн рассказывает своё сновидение, что не знает, что означает это слово. Я ответил, что контужувка – польская водка. Он, пациент, не придумал это название во сне. Оно известно уже давно по плакатам и объявлениям. Сначала пациент мне не поверил, но несколько дней спустя он заметил название на плакатах, висящих на улице, по которым он, по крайней мере, два раза в день проходил уже несколько месяцев. Интересное наблюдение. Я уже как-то давно и совсем в другом месте, и по другому поводу рассказывал нечто подобное. я там высказывал мысль, не свою, а тоже почерпнутую из различных источников, но которую я принимаю и считаю, что она, во всяком случае, на личном опыте я множество раз убеждался, что это действительно так. Наш мозг, ну если не всё, то очень многое из того, что попадает туда, запоминает. Запоминает и сразу сталкивает куда-то на периферию сознания. Ну вот мы листаем газету там утром, да, сколько рекламы на странице этой газеты, или телевизор смотрим, кино смотрим там, спектакль, не важно что. А перебивают это дело и начинают нам крутить какую-то рекламу. Ну кто-то на это время отходит от телевизора, кто-то задумывается о чём-то своём. То ли в большинстве случаев мы эту рекламу пропускаем мимо нашего сознания. Ну разве что мы там собрались покупать автомобиль или холодильник и вдруг рекламное сообщение вот попадает в точку, вот я сейчас хочу купить холодильник, а интересно сколько он стоит, например. Но как правило это не так. Как правило то, что нам крутят по телевизору, помещают на страницах газет, проспектов, журналов там, вывешивают на улице и прочее, нам глубоко до лампочки. Не интересно. Мы не обращаем на это внимания. А нет. Мы думаем, что не обращаем. И собственно на этом построена работа рекламы. Это, ух, как глубоко вбивается в наши мозги. И там есть специалисты, которые умеют это делать. Собственно, иначе бы и такие бешеные деньги в неё не вкладывали, если бы все мы её пропускали мимо глаз, и она не оказывала бы на нас никакого эффекта, никакого впечатления. Так вот, видите, что здесь произошло, и что отмечает Фрейд. Человек прочитал название этой самой вводки на каком-то плакате. Что значит прочитал? Он убеждён, что он не читал. Просто глаза его пробежали по ней. Но в память это вошло. И в какой-то момент вот это проявилось. А поскольку во сне мы раскрепощаемся, я уже чуть-чуть забегаю вперёд, и многие тормоза, которые действуют на наше сознание днём, нас отпускают, то вот такие вещи часто и выплывают на поверхность, а мы не понимаем, откуда они взялись. Несомненно, что сновидение иногда с изумительной репродуцирующей силой воспроизводит перед нами отдельные или даже забытые факты прошлого. Гильдебранд. Я просто называю авторов, потому что и Фрейд их называют, откуда позаимствованы эти цитаты. Прошлое. Опять отложите в сознании. Фрейд свою теорию потом станет выстраивать на наших детских переживаниях. Я сейчас не буду отвлекаться на его рассуждения о детской сексуальности и прочем, но он будет утверждать, что наша память хранит наши детские переживания, ну, вплоть до того, ну, можно так сказать, сутробного возраста. Мы ещё не умели говорить, мы ещё не знали, как называются вещи, которые нас окружают. Да мы просто не умели выстраивать зрительные образы. А всё это уже в нас входило. А потом уходило. То есть, вроде как забывалось. Так вот, Фрейд подведёт нас к мысли, что нет. Что вот точно то же, как с той водкой, о которой была в предыдущей цитате, где она была почерпнута из рекламы, то же самое и детские воспоминания. Они точно так же сидят в нас. И потом проявляются каким-то образом. Но как об этом разговор в дальнейшем? Всякое впечатление, даже самое незначительное, оставляет неизменный след, который может вновь проявиться бесконечное число раз. Дельбеф. Снова цитата, снова из автора, которого приводит Фрейд. Я уже говорил, у него там их сотни этих цитат. Я выбираю самые характерные, чтобы вот просто донести до вас ту мысль, которую, ну, очень мне хочется донести. То есть, этот самый Дельбеф снова обращает, что, внимание, что самые незначительные события оставляют вот этот след и могут проявляться потом бесконечное количество раз. Он не говорит в данном случае про сон. Но, поскольку мы говорим о сне, будем считать, что и к сну это тоже относится. Ну, видите, я начал свой рассказ о сновидениях. Я просто поглядываю на часы и вижу, что ролик получился большой. Поэтому давайте я здесь остановлюсь и обещаю, что очень скоро появлюсь опять, потому что обзор всего того, что было сделано в этой области до Фрейда, я пока еще не закончил. Там, как вы увидите дальше, появятся более серьезные вещи, от которых можно по-настоящему оттолкнуться. Но это при нашей следующей встрече. Всего хорошего. Продолжение следует...